Здравствуйте, меня зовут Варвара и вы на 400 канале. Вторая Московская неделя моды прошла с 1 по 8 марта на двух основных площадках на ВТНХ и в Манеже. В раппах Московской недели моды было продемонстрировано более статуски российских дизайнеров и брендов. Началась неделя моды 1 марта на ВТНХ. Скала показа по таковым иметь Тимити завершилась 8 марта на той же площадке под музыку этнической группы Эй Тукен. Мы поговорили с визажистами, с моделями на векстейдже, узнали о брендах, которые продаются на маркете в Манеже и опросили посетителей. Обязательно досмотрите этот репортаж, чтобы узнать подробности. Не стесняйтесь ставить лайки и писать комментарии. Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие друзья, спасибо, спасибо Московской недели моды за приглашение. Но это, наверное, был самый бодрый и самый живой показ по аудитории, который когда-либо увидел. Спасибо вам, спасибо. Супер. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Вячеслав. Расскажите ваши впечатления о Московской неделе моды. На самом деле, я впечатлен, мне очень понравилось. Я вообще впервые на таком мероприятии. Меня ребята пригласили. Очень интересно, очень много интересных брендов, интересных позиций. Много для себя всего открыл в плане творческой составляющей. Но, допустим, я не помню, как бренд называется. Вот если вы в Добродёте, там у них прикольная такая штука есть. У них полностью рука залита краской, как гипсом. Это прикольное решение, я такого нигде не наблюдал. Вот та же самая шубка. Такого нигде не видел. Вы пришли сюда просто посмотреть или, скорее, знаете, что-то, может быть, купить? Вообще, пришёл посмотреть показ. Не ожидал, что здесь будет ещё один этаж, где будут стоять корнеры с одеждой. Вот, возможно, сейчас я посмотрю и что-то приобрету у себя. Хорошо, спасибо вам большое. Спасибо. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, Лизавета. Анна. Здравствуйте. Поделитесь впечатлениями о Московской неделе моды. Очень красиво. Много новых решений. Вот, мне очень нравится. Мне нравится стиль, одежда вот здесь и атмосфера хорошая, добрая, весёлая. Кому бы вы посоветовали посетить что-то подобное? Наверное, всем. Каждый нуждается в моде, в стиле. Вот, это неотъемлемая часть нашей жизни. Я соглашусь с этим мнением. Я думаю, что здесь очень интересно побывать. Вот, это новая такая атмосфера здесь, новинки. Для чего вы сюда пришли? Я пришла на показ к своей подружке-моделе. Вот, и, конечно же, окунулся в эту атмосферу. Я на самом деле оказалась здесь совершенно спонтанно. Меня пригласили, и я за полчаса выбрала лук, оделась и приехала. Хорошо, спасибо вам большое. Спасибо. Здравствуйте, представьте себя, пожалуйста. Здравствуйте, я Руслан, можно Айсфоб. Я Станислав. Расскажите, для чего вы пришли сюда? Ну, я лично пришел посмотреть на то, как другие делают свою работу, на другие дизайны, бренды, ну и все такое. Вы дизайнер? Я, да, я дизайнер. Вот сейчас начинаю делать свой бренд со своим другом, планируем тоже делать показы. Я просто пришел хорошо провести время, прийти с друзьями, посмотреть на то, как одеваются очень модные люди. И просто провести хорошо время. Как вы узнали об этом мероприятии? Ну, я вообще много слежу о моде, и так далее. И увидел в новостных лентах то, что вот будет неделя моды, и решил, почему бы и нет, надо сходить. Я тоже видел рекламу в интернете, и тоже решил, вот решили собраться вместе и прийти сюда. Как думаете, кому подойдет этот мероприятий, и кому будет интересно? Ну, будет интересно людям, которые очень сильно углублены в мир моды, которые любят модно одеваться, либо тоже, как и я, делать одежду. Таким людям будет кто-то максимально интересен. Я думаю, что это место идеально подойдет для тех людей, которые умеют выражать себя в своей одежде, и тот, кто увлекается миром моды, любит там, допустим, свою одежду создавать. И посмотреть, как это делают другие люди. Хорошо, спасибо вам большое. Спасибо. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Веселевская Ульяна, модель. Скажите, каково это, работать моделью? На самом деле, очень тяжело, очень большая нагрузка с утра до вечера на площадке, эмоционально, физически тяжело, но, безусловно, это опыт, очень интересный. Расскажите, как проходит процесс подготовки к самому показу? Сначала идет репетиция всего показа, именно нашей части. После у нас примерка, подбираем образы, обговариваем с дизайнером, подбираются украшения, потом идет мейкап, прическа, мы подготавливаемся и уже через несколько часов непосредственно собираемся к самому показу. Выходим на бэкстейдж и начинается шоу. Как вы думаете, что самое главное для модели? Целеустремленность и большая хорошая выдержка, умение работать вообще в коллективе. Хорошо, спасибо вам большое. И вам спасибо. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Евгений, визажист. Расскажите, что самое главное в работе визажиста? Скорость. Скорость, четкость, выполнение технического задания, которое предоставляет дизайнер, ну и, конечно же, это веселье и общение с моделями, с дизайнерами. Расскажите, какими продуктами вы чаще всего пользуетесь? Ну, на самом деле, это сборная солянка, если брать, то есть, не будем говорить, что какой-то бренд любимый, но в основном это профессиональные продукты, конечно. Профессиональные продукты, косметики. Расскажите, какие плюсы в работе визажиста? Общение, налаживание контактов, связи, то есть, очень много разных людей, профессий, рода деятельности и так далее, со всеми дружишься, со всеми общаешься, узнаешь много секретов там, какие-то, опять же, новые связи и знакомства и так далее. В первую очередь, знакомства, конечно. Давно вы в этой работе? 10 лет. Кому бы вы порекомендовали быть визажистом? Еще раз. Кому бы вы порекомендовали быть визажистом? Кому бы это подошло, как вы думаете? Стрессоустойчивым людям. Активным, креативным, стрессоустойчивым и активным. Хорошо, спасибо вам большое. Что, еще раз? Спасибо вам большое. Пожалуйста. Не, только стрессоустойчивым состою. Стрессоустойчивым. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Добрый день, меня зовут Лев. Что вы думаете о Московской неделе моды? Мне... Я посетил на данную секунду два показа. Собираюсь еще посетить несколько своих товарищей, друзей. Мне понравились коллекции, но, опять же, я жду большего. Я жду большего. Какой стиль в одежде вы предпочитаете? Мне близок стиль стрит-арт, японские начала. Ну, я думаю, смарт-кэжел. Что такое смарт-кэжел? Смарт-кэжел — это современный городской стиль, который совмещает в себе и уличный стиль, и деловой стиль. Носите ли вы одежду каких-то современных российских брендов? Какой стиль? Носите ли вы одежду каких-нибудь современных российских брендов? Ну, на самом деле, в последние два года появилось на нашей арене очень много блогеров и также дизайнеров, которые мне очень нравятся, но кого-то выделить я сейчас не смогу. В принципе, сегмент очень сильно развивается с уходом западных брендов, но ребята российские, Aizia 71, мой респект. Также я могу сказать Lion Grey, мой респект. Инстаграм-магазин Nude Store тоже мне очень нравится. Это женский сегмент. Вот. Я им выражаю свое уважение. Что за одежда на вас сейчас одета? На мне сейчас лонгслив моего производства. Я в ближайшие месяцы выпускаю свой бренд, который состоит из трех вещей. Худи, зип-худи, лонгслив и тишерт. Также на мне джинсы. Я не помню, что это за дизайнер. Не вспомню. И сумка Gucci, естественно. И казаки. По-моему, SS. Хорошо, спасибо вам большое. Спасибо. А вот так хорошо у менеджера будет. Спасибо. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, Яркина Милания. Good call is so here. Скажите, в чем вы одеты? Так, в чем я одета? Обувь из Иконики. Очень люблю этот российский бренд. Сумка немного не наша. Michael Kops. Шапочка. Если не ошибаюсь, либо Иконика, либо Stockman. Что-то из этого рода. Ну, а по брендам это может быть Zara, как я помню. И Love Republic. У меня снизу мартинсы, юбка Zara, коженка тоже, по-моему, Zara. Топ белый, это масс-маркет. Кольца. Это моей бабушке, прабабушке кольцо, очень старинное. Это из масс-маркета тоже кольца. Расскажите свои впечатления о московской неделе моды. Мы тут сегодня первый день, находимся не так долго. И могу сказать, что уже за это небольшое количество времени произвело колоссальное впечатление. Мы уже были на одном из показов. Хотелось бы еще пройти на второй и получить полное впечатление. Мы сейчас вышли только что из второго зала и посмотрели очень классный показ в перерывающих градиетах цветов. И сейчас ждем, вот, должен начаться уже второй показ в первом зале. Вот, и тоже на него пойдем. Хорошо, спасибо вам большое. Спасибо. Хорошего дня. И вам тоже. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Юлия, я дизайнер одежды. Меня зовут Екатерина, я стилист, фэшн-съемок. Расскажите, что на вас одета? Ой. Такая кофта из секонда, джинсы секондные тоже, сумка из секонда. И много украшений из разных магазинов совершенно. Ой, тут очень много. Зара, Масима Дути, Дики Н. Вай, какой-то шоу-рум, Вайлдберрис, Рандеву, Арни Практ, ну и Гуччи. Скажите свои впечатления о московской неделе моды. Мы так воодушевлены. Очень классное событие. Столько совершенно модных и разных людей вместе собрались, это классно. Относительно мероприятий подобного рода в Москве, на самом деле, довольно масштабно. И, я бы сказала, качественно, приятно здесь находиться и действительно общаться с людьми. Своих знакомых тоже находить. Вот, и правда, очень приятно. Расскажите, вы бы хотели отсюда приобрести что-то от российских брендов? Хотели бы, но денег нет. Примерно такая же ситуация. Хорошо, спасибо вам большое. Спасибо. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Да, здравствуйте. Меня зовут Ван Абакшин. Расскажите, во что вы одеты? Я одею сейчас... Ну, кутовки No Name, штаны. Типа реконс, но не реконс. Футболка Марсел Мираклс. Дроп 20-й год получается. И обычная оверсайз белая пудя. Вот и все. Ну и, конечно же, вот эта вот черная сумочка тоже оверсайз типа. Расскажите, какой стиль в одежде вы предпочитаете? Ну, наверное, больше бренда. Это Баленсиаго, реконс и Ветмо. Такой оверсайз, типа порванный немножко. Даже так, наверное, можно сказать. Носите ли вы что-то от российских брендов? Да. Из отечества Средвиры, это Марсел Мираклс. Халлики немножко там, куда он есть. И малоизвестные бренды российского, только типа по Крою, реколам, Баленсиаго и Ветмо. Скажите свои впечатления о Московской неделе моды. Мне понравилось, я еще сюда приду. Тут прикольный вайб, классные люди. Да, мы уже с несколькими ребятами познакомились, у нас хорошее впечатление от этого мероприятия. Нам понравилось. Я тут первый раз просто. Хорошо, спасибо вам большое. Да, пожалуйста. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Валентина. Валентина, расскажите, во что вы одеты? Ну, это кроссовки коллаборации Ветмо и Нью-Рок, штаны с винтажки, боди секонда, перчатки я купила на Авито, кепку вы сами видите, вот и все. Расскажите, какой стиль в одежде вы предпочитаете? Ну, я предпочитаю casual. Мне нравится, это удобно. Какие ваши впечатления от Московской недели моды? Это довольно интересно, но хотелось бы чего-то более современного. Современного? Да, мне кажется, немножко концепция устарела. Расскажите, вы носите что-то от российских брендов? Да, конечно, ношу. Я ношу от Антона Лисина, ношу Волчок, также мне нравится бренд Перасмания. Хорошо, спасибо вам большое. Спасибо. Давайте еще раз перезапишем, да? Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Ирина, расскажите, что на вас одето? На мне сегодня одета шляпа, Michel Mison, пальто, ну, жакет от бренда Acton 1. Это достаточно новый, но очень успешный итальянский бренд. Платье Александра Маквин, сумка Jacques de Jour из Saint Laurent и сапоги Saint Laurent. Ну, ювелирные украшения, Булгари и, как сказать, бежу, Александр Маквин и Givenchy. Носите что-то от российских брендов? Да, ношу. Что именно? Ну, это зависит, во-первых, от дизайнера, зависит от коллекции. В основном, если я покупаю вещи, то я покупаю вещи, которые не расходники, а вещи, которые долгоиграющие, в которые надо вкладываться. Это либо пальто, либо жакет. Отложите свои впечатления о московской неделе моды. Вы знаете, пока впечатлений никаких, потому что я только пришла, да, но я, в принципе, не первый раз посещаю это мероприятие. Я надеюсь, что увижу здесь много нового и интересного, потому что сейчас заявлено очень много дизайнеров новых, которые не участвовали раньше в неделях моды. Некоторые вообще приехали из других городов, не из Москвы. Поэтому, я думаю, будет интересно. Хорошо, спасибо вам большое. Спасибо вам. Здравствуйте. Представьте себя, пожалуйста. Да, меня зовут Инна. На неделе моды я и в качестве гостя, и в качестве журналиста тоже ваши коллеги. Расскажите, что на вас одето? На мне одеты не российские бренды. Это Blue Marine и Marjola. Dolce & Gabbana. Поэтому вот пришла, так сказать, перебываться, переодеваться, просматривать себе что-то новое на рынке и что-то интересное, также модное. Уже у наших дизайнеров российских. Расскажите, есть у вас, в принципе, еще какие-то вещи от российских дизайнеров? Да, у меня есть Юлия Далакян. Я очень люблю Рому Уварова. У меня много его вещей, но, к сожалению, на неделе моды не будет. У меня есть парочка Екатеринбуржцев, питерцы и мне очень нравится Жене Ленович. Какой стиль вы обычно носите? Ну, у меня драма, я его люблю, либо спортшик. Это в обычной жизни, когда нашел, конечно, такая женщина-драма. Какие ваши впечатления о Толсковской неделе моды? Вы знаете, я только вошла, потому что утренние показы я не могу посещать, занята, а вот вечерние все мои. У меня сегодня 4 показа, поэтому это предвкушение, что у нас будет интересно сегодня. Хорошо, спасибо вам большое. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Полина. Артем. Расскажите, что вы одеты? Да, на самом деле, у меня ничего такого необычного, в основном, часть масс-маркет или, например, цепочки, которые вот Артем делает, его и нашу, примерно так, да. На мне сегодня, ну, пиджак из секонда, что еще, шорты спортивные, тоже это масс-маркет, кроссовки болинсяга, вот, из украшения, вот такое вот кольцо, потом вот эти вот кольца я сам делаю, ну, ну, и такая вот мини-худи, супер-тренд, вот. Расскажите, какой стиль в одежде вы предпочитаете? У меня нет какого-то такого определенного стиля, который предпочитаю, я скорее люблю совмещать что-то необычное, да и просто какие-то необычные стили очень люблю, можно так сказать. Мне нравится что-то такое больше какое-то футуристическое, космическое, вот, ну, и такое супер-строгое какое-то. Выносите одежду каких-то российских брендов? Российских? Ну, да, я думаю, я ношу одежду всех вообще брендов, которые есть. Ну, да, часто у них покупаю, как в масс-маркете, так и более дорогих сегментов, вот, и все нравится, все устраивает. Что вы думаете по поводу Московской недели моды? Я считаю, что это очень хорошее мероприятие, где можно увидеть потрясающих людей, увидеть их стиль, посмотреть на новых дизайнеров, с которыми ты еще не был знаком, и тоже познакомиться с этим творчеством. Да, полностью согласен, это, ну, супер вообще мероприятие для того, чтобы показывать себя как личность, знакомиться с интересными личностями, да, и вот, что, ну, уже все в масштабе такие большие мероприятия, это очень хорошо. Хорошо, спасибо вам большое. Спасибо. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Полина, я дизайнер бренда Love is Found. Расскажите, пожалуйста, что вы представляете? Мы представляем яркую женскую одежду, у нас практически все вещи в единственном экземпляре, мы делаем большой акцент на качество, на цвет, и, конечно же, на актуальность в этом сезоне. Расскажите, где, может, будет приобрести ваши вещи вне этого маркета? Мы сейчас находимся только онлайн, в принципе, на наших платформах, такие, как ВКонтакте, Телеграм. Хорошо, спасибо вам большое. Пожалуйста, пока. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Вера Шестова, я дизайнер бренда Чудо-Юдо. Расскажите немного о тех вещах, которые вы представляете. Я представляю украшения, огромное украшения, всякие нимбы, короны, венки, все это навеяно мифами, легендами разных стран. Также здесь есть коллекция одежды, здесь есть элементы из русского севера, например, бемех, вот птичка с национальным костюмом Ямала-Ненецкого округа, то есть я их все перемешала, сделала коллажи, а также использую, поэтому коллекция такая объемная, чтобы было понятно, что это откуда-то с севера, но я из Москвы, мне просто нравится. Расскажите, где можно купить ваши вещи вне этого маркета? В ВКонтакте. Хорошо, спасибо вам большое. До свидания. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Добрый день, меня зовут Татьяна, бренд Тонарс Лезер и тачи в Меланесе. Скажите немного про ваш бренд. Что вы производите? Мы производим изделия из натуральной кожи, это обувь и сумочки, различные ремни и кожгалантереев. Чем вы вдохновлялись? Мы вдохновляемся вообще очень многими вещами. Сейчас нас очень вдохновляли весенние краски и цветы, поэтому наш стенд один из самых ярких на московской неделе моды. Хорошо, спасибо вам большое. Пожалуйста. Прекрасно. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА